Теперь представим ситуацию, когда почва затишье, связанная с развалом советской или московской строительной системы, когда строительного комплекса, с кризисом источника власти, с окончанием советского централизованного проектирования, с появлением частного инвестора и неделателя. Вот эта ситуация началась, она перешла в питье в 1994 году, через сносы, в том числе и сносы памятника. И главные площадки таким образом оставались в Москве вот это и на федеральном уровне методических советов. Вот этот бывший геоп, мы его привыкли называть «Московом наследием», пусть оно так называется, поместился вот в такое, оказался вот в таком отношении к ведомству главного архитекта, но и романьян, который нарисован. На территории памятника воинственной деятельности не осуществляется. Это важнейший принцип всей нашей работы, друзья. Пусть вот школа-архозора будет объектом культурного наследия. Наносим он на карту. Что здесь является памятником? Само здание школы? Или историческое владение в мешах? Так вот территория памятника или памятником является и здание, и его историческое владение. В усадьбе охраняется не только дом в лиге или воротах, но и само пространство в историческом владении. Исключает здесь трудостроительную деятельность. И так же изменение годности, появление новых объемов, изменение отношения с построенной и не построенной пространства. Вот по этой линии идут какие-то токи. Здесь готовят документы, а здесь принимается обращательное решение. Кто советует мэру в этом вопросе? Никто. Это чрезвычайно. Поэтому мы говорим о том, что мэру следовало суть иметь, как мы это называем, совет по наследию. Вот это наше предложение. Совет по наследию прямые. Рабочим органом которого в сущности могла бы быть в этом слове. И напомню, что сам дом и ресурсом по уточнению статуса любого исторического дома в Москве является сайт проекта культурного наследия. И вот в перечне кнопок имеется в том числе кнопка «Охранный план» и «Въезда объекта культурного наследия». И с осмотром увидели, удивились, что памятник вообще может быть в таком состоянии, стоит заброшенный. Так что мы писали. Дальше очень важно перечислить, что, собственно, происходит, и четко изложить, а что не так, из чего вы пишете. Так как это памятник, да, это выяснение. То мы спрашиваем, как-то всегда почти, кто является собственником пользователем, заключенным в силу охранное обязательство. Когда и планируется ли принимать в ближайшее время, да, соответствующий работник консерваторный дом, противоролинные меры, или готовиться к проекту к реставрации. Только нужно быть готовы к тому, что, если какое-то здание вас заинтересовало, и вы решили выступить его хранителем, то очень часто первый ответ, это вот четвертый ответ на ваши поставленные вопросы, да, с сообщением как раз вас спрашивали, кто, собственно, кто там включает, а вот так. И надо быть готовы к тому, что это будет второе письмо. Хорошо, вы запросили, тогда вы сообщили нам, чтобы был отправлен запрос, вот прошло два месяца, каков ответ на отправленный запрос в департаменте имущества, собственно, там, в праву и так далее. То есть это такая немножко не очень зажигательная, может быть, работа, но если действительно ходишь по городу и все это замечаешь, то рано или поздно ведь возникает вот это желание, да, что-то делать. Как раз у меня переписка, ну, по, допустим, один, два, три адреса, которые можно считать себя хранителем, да, таким, она позволяет что-то выяснить, позволяет чего-то добиться того, чтобы вы были с инспекцией. О том, как нужно готовить, как нужно искать исторические сведения об интересующем вас здании, об объекте, который вы хотели бы поставить на право путем, или просто рекомендации, или будем составить историко-культурную экспертизу. Неважно, главное собрать хорошую, качественную, достоверную историческую информацию. Дело в том, что, чтобы вы не писали, эту информацию нельзя оставлять без ссылки. Она в таком случае останется просто реализически бессильной и нулевой. Обязательно должны быть ссылки, причем, как правило, на авторитетные источники. Вы не можете в экспертизе, условно говоря, сказать, что об этом-то мне рассказала уместная старушка, о этом мне говорил местный краилет и так далее. Устные источники — это вещь, конечно, хорошая и интересная высказать в них также. Но ссылаться на нее в экспертизе не стоит. Вас потребуют обязательно ссылки именно на письменные настоящие источники, причем, если это опубликованная литература, то обязательно с указанием страницы ввода местных времени для издания и других выходных данных. Если же это архивный источник, то вас попросят указать сам архив, фонд, опись, номер дела и далее лист, на котором вы нашли соответствующую информацию. То есть, так или иначе, при составлении исторической справки по интересующей вас объекте, необходимо быть крайне точным. Так вот, возвращаясь к исследованиям, это, конечно же, заделки Холма-Корны, другие проявления в рубеже 19-20-го веков, но в дальнейшем уходил целый ряд значительных исследований, которые исследуют в разных существах. Тоже из крейкеров можно упомянуть знаменитого Сергея Константиновича Романюха, это человек, который сделал не одно открытие, это самый известный революбник, который стоит учитывать. «История московских переулоков». Он указывает современные номера домов, идет буквально по улице, по домов, где не видно, он переулок. То есть вам достаточно найти интересующие воздомы, интересующие восходления, и будет дана относительно полная справка. Например, если вы говорите по системе московских архивов, то там сразу, в читальном зале, вам покажут, где находится справочка. Путеводитель по системе московских архивов, а эта система включает в себя 7 архивов, самостоятельно, и там уже в интересующей вас тематике вы найдете все, что вам необходимо.